Приветствую вас! Вы знаете, я прочитал ваш текст, и несмотря на то, что вам достаточно много уже лет, да, то есть, ну, соответственно, по 26. Я думаю, что вы ведете себя достаточно по детски, и я сейчас проясню ситуацию. Начать стоит с того, что атеизм, если это действительно атеизм, является по сути своей такой же верой. И ничто, абсолютно ничто не отличает это по своей атрибутике от веры так или иначе. То есть, по сути, по сути, человек так же, как и в случае с верой, значит, не имея, не имея, в своем распоряжении, достаточно факторов. Принимает. Принимает. За истинность, то, что он считает. То есть, кто-то говорит, что Бог есть, да, ну, кто-то считает, что Бог есть, а кто-то говорит, что Бога нет, например. Но, по сути, дел, по сути, дел, разница между людьми, теми, кто верит в Бога и теми, кто его отрицает, нет. Все это, по сути, та же самая вера. Атеизм – это вера. Если ваш молодой человек хочет отказаться от веры, то ему нужно перестать быть атеистом и начать быть агностиком. То есть, все подвергать сомнению. Вот. Ну, ни от чего не отказываться, в том числе от возможности существования. Божественные силы. Вот. Но не отраться на нее. Вот. А здесь, знаете, заменили просто одно, да, заменили другим. Вот. И все. По сути своей. Атоматизм – это тоже вера. О чем я вам очень рекомендую своему молодому человеку рассказать. Уверение ему будет весьма интересно. Поэтому. Вот. Значит. А дальше. Значит. А в том, что касается зомбирования. Надо сказать, что атеисты, как мы уже поняли, могут быть такими же зомбированными. Вот. Поскольку в своем подходе атеизм от веры ничем не отличается. Вот. Ну, это как бы так просто вам в качестве информации для размышления скорее. Да. То, что молодой человек, вот он как бы не совсем понимает, о чем говорит. Вот. Это, значит, первое. Вот. Второе. 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 Сейчас. Если вы верующий человек и ходите в храм, да, то есть как бы, ну, это ваш выбор. Безусловно, ваш выбор, его никто не оспаривает. Вы имеете право, право на него, ну, на свой выбор. На выбор. Веры и так далее. Веры исповедания и прочее. Вот. Мне не очень понятно, почему вы выбрали молодого человека, своего. Вот. Тогда. Ну, вот вы верующие. Вот. Хотите крестить детей. Вот. Это, в общем и целом, да, решение ваше. Вот. То есть, это ваше решение желать крестить детей. Но почему, если вы хотите крестить детей, да, вы выбираете себе с одной стороны мужчину, атеиста, который не приемлет вашей веры. И потом, ко всему прочему, надеетесь его поменять. Мужчина. То есть, надеетесь, что он изменит свою позицию. Понимаете? Какая история. То есть, вы выбираете себе в качестве партнера человека, отличного по своим взглядам от вас. Вот. И ждете от него, что он поменяется. Но простите, с какой стати ему меняться? С какой стати он должен менять свои взгляды? Если они его устраивают, если они дают ему все, что нужно. С какой стати ему меняться? И с какой стати вы хотите его поменять? Молодого человека. Своего. Я имею ввиду. Дальше. Значит. Однажды зашел разговор на тему детей. Он сказал, что против кресты детей, мол, вырастут и захотят сам. Пожалуйста. Нет, я решать не буду. Я, естественно, хочу крестить детей в младенчестве, как и положено. Ну вот, понимаете, Лидия, Лидия, да? То, что вы говорите, что я как и положено. Кем это положено? Это положено в христианстве, да? Но у вас парень не христиан, это первое. И дети, которые еще не родились, также не христиан. Поэтому заведомо, вот, как бы, обращать людей, которые еще не сформировали свою позицию по саму или иному вопросу, да? Мне кажется, ну, неуважительно по отношению к детям. Вот. Если вы будете их воспитывать в рамках христианства и показывать им, что христианство ведет к свету и к всему такому, если ваши дети будут к этому предположены, надо, если вы не будете их принуждать. Они сами выберут и сами будут крещеным. Может ли поменяться неумнение насчет веры? Ну, может, если не произойдут какие-то события, какие-то обстоятельства. Не произойдет, что он поменяется. Может, но для этого его, значит, настоящее мировоззрение должно перестать приносить ему удовлетворение. Вот. Кстати, интересно, что вы написали семейные отношения, да? То есть, вы поместили свой вопрос в раздел семейных отношений, при том, что сам ваш вопрос к семейным отношениям, мне кажется, не относится. То есть, вы с мужчиной не муж и жена, да? Вы с мужчиной как бы только встречаетесь. Вот. И детей у вас нет. Почему вы поместили свой вопрос в раздел семейных отношений для меня не есть. Вот. Лучше оставить его в покое, потому что тем самым вы вызываете у него двух противоречий и желание сопротивляться вам. Вот. Значит, что касается, как помочь ему поверить в Бога. Лидия, ну, на мой взгляд, вы здесь ставите под сомнение саму суть своей уже веры, потому что ни один из верующих крестьян никогда не будет стремиться кому-то помочь поверить в Бога, потому что у каждого человека свой путь к Богу. Это может быть путь к Богу, это может быть путь куда-то еще, но истинно верующий христианин никогда не будет никого отклонять на свою веру. Вы сейчас это делаете. Что? Меня натакивает на мысль, что вы сами не уверены в своей вере и пытаетесь за счет других людей обрести в ней больше уверенности. Эта лидия так не работает, понимаете? Это не работает так. Не нужно никому помогать вновь во что-то верить. У человека должен быть свой путь. Если вы своего молодого человека любите, уважаете, примите его выбор. Если вы не можете принять его выбор, это ваше право. Ищите себе другого. Но не надо насиловать и принуждать человека к такому интимному и интимному делу, как вера. Не нужно. Этим вы ни в коем случае его к себе не расположите. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Хотелось бы, конечно, узнать, для чего крестить детей, для чего менять его веру. То есть, какой, как бы, по какой причине вас это все волнует? Почему вы так этого хотите? Вот какое-то все отношение имеет, опять же, к библейской любви, суть которой вы, несомненно, знаете, если являетесь верующей. Вот. Тут, конечно, все это нужно исследовать. Ибо пока то, что вы их написали, это не вера, а это, знаете, какое-то там, ну не знаю, прям, какое-то принуждение, знаете. Вот. Вот. Что вообще неприемлемо. Это ферсианская вера. Вот. Так что, вы сами подумайте. Вот. Вы сами подумайте. Вы сами подумайте, вот, в каком направлении вы идете. Вот. В направлении ли, в направлении ли веры вы в действительности идете? И для чего, для чего вам это все? Какую цель вы преследуете? Если вы преследуете какого-то свою цель, там, обрести семью, там, жить правильно и так далее. Что к вере это все отношение не имеет. Вот. Вы не гармоничны, вы не удовлетворены, а такой человек, он верит скоростно. И у вас, ваша вера, она тоже очень отдает скоростью. Ну, исходя из того, что вот вы написали сейчас. Сейчас. Вот. Поэтому, я думаю, что именно по вопросам веры вам лучше, может быть, будет поговорить с решеником, да, и обсудить этот вопрос. Чтобы, ну, профессионал вам рассказал, как обстоят дела. Вот. Вот. И чтобы вы получили, ну, получили полное представление о том, что происходит у вас сейчас. Вот. С вами и с молодым человеком. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!